ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство в sims 4 сегодня пришла к вам с довольно интересной стройкой я уже 150 лет мечтала о том чтобы попробовать построить повторить и воплотить в sims starbucks потому что мне очень хотелось видеть подобное заведение у себя в сохранении и так как у меня уже был опыт повторения каких-то крупных брендов по типу макдональдс например либо же вот не так давно и строила викторию секрет и были какие-то вот такие у меня моменты где я пыталась повторять популярные довольно бренды и заведения мне безумно хотелось видеть в сохранении также и starbucks разумеется идея пришла ко мне далеко не сразу и для того чтобы ее воплотить понадобилось какое-то время чтобы подобрать нормальное подходящее место участок подходящий город под это заведение тоже потребовалось какое-то количество времени и я сильно не торопилась с воспроизведением этого участка мне важно было чтобы мне все полностью нравилось и место расположения и экстерьерная часть поэтому я собственно не сильно торопилась но тут буквально на январских праздниках я наткнулась на очень интересную картинку именно изображение starbucks она в таком более мультяшном стиле меня эта картинка безумно вдохновила я поняла что хочу видеть starbucks в сохранении сто процентов железно и был только вопрос где в каком городе его поставить но после недолгих размышлений я определилась что это будет именно винденбург во первых потому что я сто лет в нем уже не было и даже вы заметили это в комментариях что я очень давно не строила ничего для винденбурга так что исправляюсь но и в целом мне кажется стиль города и вот конкретно вот этот райончик локация центр люке кажется он называется очень хорошо подходит для каких-то таких современных крутых классных заведений и вот и кофейню по типу starbucks а я видела здесь просто идеально поэтому все как-то само по себе сложилось поэтому сейчас вы видите собственно эту стройку сегодня я расскажу вам поподробнее о том с чем пришлось с какими трудностями столкнуться при строительстве что я тут придумала и в целом поговорим с вами еще о каких-то новинках для sims 4 так что усаживайтесь поудобнее обкладывайтесь вкусняхами и присоединяйтесь к просмотру и прослушиванию данного ролика начать я наверное хочу именно не с обсуждения starbucks а а с обсуждения новых комплектов и новиночек для sims 4 потому что я вчера все это дело посмотрела хорошенько изучила у меня сложилось какое-то свое мнение хотя в принципе она у меня практически сразу сложилось когда я увидела только анонсы и вот эти все картиночки которые гуляли по интернету еще перед выходом до выхода комплектов я сразу понимала что мне скорее всего это придется по вкусу и мне это очень понравится но в принципе так и получилось комплекты в моей игре стоят я со временем разумеется буду их применять в строительствах но так как сейчас у меня скажем так был starbucks я решил уже ничего не переделывать и доделать его потому что безумно хотелось показать вам именно вот этот общественный лот а с комплектом для строительства мы с вами обязательно еще что-нибудь построим и посмотрим на него воочию скажем так и по я обязательно применю его в какой-нибудь стройке но обсудить все-таки комплекты хочется потому что их целых два и это радует на самом деле что все-таки что-то у нас хотя бы в январе уже появилась что мы не сидим без контента это кайф поэтому давайте немножко об этом поговорим в целом давайте начнем наверно с комплекта для касс потому что наверное по нему сказать не так много что есть потому что это все таки одежда да еще и причем такая узконаправленная нижнее белье я честно говоря очень сильно пожалела о том что построила викторию секрет так рано потому что поняла что сейчас можно было сделать ее крутой но в целом для себя в своем сохранении я наряды на манекенах сменю если у кого-то уже стоит мой магазинчик и тот участок в котором как раз таки есть виктория секрет вы можете тоже зайти и поменять наряды на манекенах на более симпатичные которые пришли с новым комплектом как же он называется sim стимная мода кажется что то такое название локализация звучит примерно так в общем с локализациями я всегда не дружу потому что как правило локализация на русский всегда звучит очень по дурацкому но ничего со временем привыкнем так вот что касательно комплекта нижнее белье классное довольно много разнообразных вариаций и при этом есть как более базовое белье которое напоминает неким образом даже спортивное белье так более изысканное кружевное роскошная и всякие body кружевные более на такое знаете интересные какие-то моменты в жизни персонажей да на более знаковые моменты в жизни персонажей но есть базовые и есть более кружевные такие шикарные роскошные конечно тут уже кому что больше нравится я посмотрела по всем расцветкам я прошлась по всем абсолютно вот этим вот новиночкам в целом какие-то комплекты мне безумно не понравились за счет своей странной формы за счет своих кружевов есть там один комплект белья очень странный что вверх что низ мне он не очень пришелся по вкусу потому что я люблю я склонна к более базовой одежде как в жизни так и хочу видеть более базовую одежду на персонажах по крайней мере на своих так точно если я мой коври нпс я могу надеть на них абсолютно все что угодно у меня нет каких-то определенных хотелок и желаний для их гардероба но если же я переодеваю своих основных играемых персонажей для династии то как правило я стараюсь выбирать более базовые комплекты одежды которые подойдут на все случаи жизни которые универсальные которые просты и при этом симпатичные и довольно с точки зрения моды тоже подходит короче есть некоторые комплекты белья в этом комплекте которые мне не очень пришлись по вкусу но я думаю обязательно на кого-нибудь их все равно нацеплю это касается не только женских комплектов но и мужских с мужскими конечно тоже все интересно там есть безумно полюбившаяся мне пижамка такая в распахнутом виде просто невероятно уютный комплекте есть на что посмотреть действительно могу сказать что нижнего белья в sims безумно не хватало потому что у нас было всего ничего там было буквально пару комплектов для женщин побольше для мужчин вообще трое трусов было здравствуйте ну что такое я конечно понимаю что наверное игрокам это не так важно но все-таки хотелось бы чтобы и пижамные такие вот комплекты были красивыми поэтому для меня этот комплект очень был необходим и к тому же я теперь имею возможность поменять какие-то комплекты для виктории секрет и уже спокойно ходить покупать все это дело прямо вместе с персонажами примерять поэтому я безумно довольна напишите свое мнение в комментариях понравились ли вам комплекты нижнего белья и пижам и всего прочего или вас что-то ну не знаете по напрягло или что-то не устроило может быть чего-то не хватило я конечно немножко остался вопрос к расцветкам мне бы хотелось наверное чтобы некоторые расцветки были немножко более другими у некоторого белья расцветки супер странные и для меня непонятные но это все-таки вкусовщина и тут уже придираться это глупо наверное каждый все но найдет полюбившийся ему цвет фасон и прочее теперь давайте перейдем к обсуждению комплекта для строительства что конечно для меня было гораздо важнее потому что я как строитель мы неважно вся вот эта мелочевка для захламления пространств я безумно люблю захламлять свои стройки разумеется я безумно рада всяким вот таким подобным комплектом что до этого у нас был вот эти вот мелочи для дома что вот этот сейчас комплект как же он называется бог мой короче предметы декора для ванной назову его так и к сожалению не запомнила русскую локализацию но в принципе ничего страшного в этом нет просто декор предметы для ванной комнаты который на самом деле безумно крутые разумеется у меня вызвали вопросы некоторые объекты которые довольно низкого качества но такого сомнительного я просто знаете сравниваю предметы декора дополнительный контент авторы дополнительного контента которые делают вот такой мелкий декор также для ванны для спальни для кухни для чего угодно это абсолютно неважно автор дополнительного контента точно также производит вот такие вот мелкий декор и у них он выглядит безумно проработанная детально очень качественно и крут эти предметы просто хочется использовать регулярно и хочется на них смотреть с некоторыми из объектов из нового комплекта такой любви у меня не сложилось некоторые объекты выглядит очень хорошо круто качественно но некоторые как будто бы немножко мыльные нечеткие но в принципе это не играет большой роли потому что они настолько мелкие что в общей композиции в ванной комнате они будут смотреться нормально но все-таки конечно некоторые предметы меня огорчили но знаете что порадовало порадовали выключатели которые пришли на стену да с которыми я все время колупаюсь сама с помощью мода тул выключатели вызывают просто огромную уйму комментариев под моими роликами потому что всем интересно что же это такое дополнительный контент или и то есть в отладке в игре нет это я с помощью мода тул соображаю такие вещи но вот разработчики наконец-то спустя столько лет додумались добавить в игру декоративные выключатели но знаете что напрягло как будто бы не знаю то ли сил не хватило то ли просто не додумались выключатели добавили а розетку нет ну типа как бы камон ребят тебя зачем нам выключатель без розетки если уж делаете выключатель делайте пожалуйста и розетку но вместо розетки мы получили какой-то регулятор света зачем он нам нужен не знаю может для какого-нибудь умного дома подойдет но в среднем конечно розетка пользовалась бы большим спросом наверное при строительстве чем регулятор света в общем не знаю возможно нам стоит ждать розетки еще в будущем обновлении вроде как сим гуру один из сказал что выключатели придут не только с этим комплектом но и с обновлением базовой игры уж не знаю с грудничками или нет может быть не с грудничками а перед выходом грудничков будет какое-то обновление которое добавит некоторые выключатели не знаю насчет розеток будут или нет очень бы хотелось на самом деле но даже если розеток не будет я в принципе уже все равно их сделала сама поэтому если что в своей стройке я все но буду добавлять розетки но как бы собственного так скажем производства в целом меня порадовала именно комплектация этого комплекта до масло масляное конечно но как это еще обозначить очень много мелкого декора всякие крема зубные щетки и всякие пасты кстати в разном виде и паста в стакане и паста в целом виде и паста уже знаете закончившаяся типа того и какие-то электробритвы и шкафчики для мелочей типа расчесок резинок и прочего порадовала очень два разных рейла с полотенцами на одном реле висят ровненькие полотенчики красивенькие а на втором уже такие знаете потасканные ну то есть которыми уже попользовались это добавляет в игру больше реализма потому что когда ты обустраиваешь дома квартиры вот такими всякими немножко небрежными мелочами она как-то знаете придает помещению уюта и действительно ощущение что здесь живут персонажи они просто знаете все как в музее ровненько по клеточкам хорошо идеально но также не бывает не бывает поэтому меня радуют вот именно вот такие мелочи и детали что некоторые полотенца могут скомкаться туалетная бумага может быть оборван неровно что кстати тоже заметила там вот есть несколько вариантов с неровно оборванной бумагой туалетной что тоже кстати порадовало вот внимание к мелочам конечно хорошее но не хватило некоторым объектом качества так в целом я думаю очень даже достойный комплект целом для тех кто любит строить это прям вещь я думаю нужная всегда пригодится какая-то мелочевка для захламления особенно вот такая мелочевка который еще нет типа фен расчески электро бритва электро зубная щетка отдельная стоящая туалетная бумага те же выключатели в общем какие-то такие вещи которых еще нет в игре не в отладке не в обычном каталоге для строительства который ты нигде просто напросто не возьмешь но те же не знаю зубы в стакане почему нет но челюсти вставные в стакане почему не от классно в общем меня очень порадовал комплект да конечно предметов объектов немного но они все очень нужны и лично для меня не обязательно мне пригодятся может быть не в каждом строительстве но для захламления таких вот уютных семейных домов это прямо с хэв то что очень мне было необходимо поэтому я в целом рад этому комплекту его теперь наличие в игре поэтому напишите свое мнение по поводу этих двух комплектов конечно мне будет интереснее почитать касательно комплекта для стройки кому как понравились ли вам эти объекты либо у вас возникли вопросы может быть они вам просто ни к чему и вы считаете что этот комплект ну не нужен в игре у всех разное мнение поэтому пишите буду все с удовольствием читать а теперь давайте перейдем к обсуждению starbucks а потому что про комплекты сказала в целом больше мне добавить ничего так что давайте потихонечку придем к обсуждению строительства строила я это заведение на участке 30 на 20 в городе винденбург район называется центр люке кажется так я не знаю правильно ли оставлю ударение но у меня вечно проблемы с ударениями но ничего страшного если что вы надеюсь поняли о чем я говорю по стоимости это заведение вышло аж на 371 1791 7000 объясню почему так дорого само заведение выходило в принципе довольно приемлемых адекватных денег ровно до того момента как я не начала делать вывески я на самом деле изначально не планировала делать вывески собственноручно для starbucks а потому что я помню как я намучилась викторией секрет и мне безумно не хотелось того же гемора и мучений я понимала что это займет большое количество времени и я была не уверена получится ли у меня сделать все ровненько красиво и я просто боялась за это браться и я подумала что пойду ка я поищу в галерее арты для starbucks а уже готовые варианты и логотипов и каких-то менюшек и прочего такого вот естественно в галерее я нашла кучу кучу всего интересного вплоть до логотипов до названий и всего-всего что может быть связано со starbucks какие-то арты я разумеется использовала при строительстве допустим меню какие-то знаете рекламные арты по типу с изображением всяких разных интересных кофе с матчей там и прочим в общем вы по ходу строительства на последних катсценах сможете увидеть что я там по на расставляла но вывеска меня в целом в виде арта устраивала но потом я поняла что наверное стоит хотя бы попробовать и если уже не получится то на крайняк использовать арт также в галерее я натыкалась кстати на уже готовые вывески выполнены тоже людьми вручную но мой перфекционизм просто не дал мне скажем так шанса использовать их потому что они были местами кривоваты неровные а я не могу оставить так либо это нужно было идти подправлять но знаете переделывать чужую работу это довольно сложно лучше просто пойти из самого начала сделать хорошо это как говорится хочешь сделать хорошо сделай сам поэтому у меня не осталось варианта использовать чужое скажем так творчество да я поняла что я пойду и сделаю это самостоятельно в общем я взяла за основу картинку в интернете с логотипом starbucks и пошла лепить собственно логотип starbucks потратила я на это очень много времени игра сопротивляется при расстановке большого количества света лампочек она просто начинает дико тупить лагать при том что как только ты перестаешь работать со светом она чувствует себя нормально но почему-то когда ты расставляешь свет она начинает как-то плохо себя вести ночью я не знаю с чем это связано возможно влияет еще решает и в целом игра немножко не рассчитана на большое количество освещения возможно не знаю может у меня только так опять же но короче она дико сопротивлялась когда я собирала этот огромный логотип причем мне пришлось собирать его вообще на другом участке потому что на этом участке логотип она мне даже не давала собрать я его до собирала вообще на пустом участке чтобы хотя бы так сильно не лагала но она все равно потрепала мне знатное количество нервов в конечном итоге после того как я собрала весь логотип я поняла что он маленький что его плохо видно издалека но благо у меня есть мод ту который позволил мне просто увеличить лампочки которые я использовала и картинка стала симпатичной и красивой ничего переделывать слава богу не пришлось по второму кругу пересобирать не пришлось чему я кстати осталось безумно рада потому что 2 бы такой пытки честно я бы не вынесла это было действительно пытка но и разумеется логотипы по типу starbucks кофе которые вот написаны у них на всех заведениях тоже пришлось собирать вручную тоже взяла за основу картинку в интернете и собрала но в целом все прошло более-менее хорошо я с горем пополам собрала и теперь здесь красуются вывески в моменте собирания этих вывесок мне знатно это потрепало нервы я готова была все бросить на середине думаю боже зачем я это делаю но в конце когда я посмотрела на результат я безумно обрадовалась что я все-таки села это сделала потому что смотрится это очень красиво особенно в ночи потому что все эти логотипы светятся и видно их очень далеко ну просто за километр будете видеть что вот там стоит starbucks типа вы мимо него точно не пройдете его ни в коем случае не пропустите что очень круто именно этого эффекта я и хотела добиться хотя с первого раза не получилось пришлось увеличивать лампочки но в целом это пол беды это не так страшно как пересобирать с нуля поэтому вывески все присутствуют что сказать по поводу интерьера то я не старалась копировать какой-то определенный starbucks не брала никакое кафе за основу то есть у меня не было референса прям с полным интерьером я просто посмотрела картинки интерьеры starbucks в разных странах и городах мира и поняла что они все друг от друга отличаются они все очень стильные они все очень современные крутые классные но отличаются друг от друга каких-то использован больше стиле лофт в каких-то просто какой-то уютный стиль в каких-то супер минималистичные прям максимально простой все они как будто бы разные я подумала что я не буду зацикливаться на каком-то определенном стиле я просто сделаю так как нравится мне чтобы мне действительно визуально это нравилось и радовал глаз все я использовала все самые любимые объекты все самые любимые расцветки как-то пыталась сочетать на свой взгляд на свой вкус разумеется что кому-то может не очень понравится но потому что мы все с вами разные но я осталась им полностью довольна разумеется старалась передать цветовую гамму вот это вот зелененький цвет добавить и в мебели и в окрасе стен где-то там местами появился зеленый изумрудный понятно что он у них не изумрудный в оригинале но такой цвет подобрать было очень сложно и я руководствовалась еще цветом для логотипа потому что если вы посмотрите на логотип на последних кат-сценах вы увидите что я пыталась имитировать там круг и в общем то разумеется объекты не все есть всяких разных цветов которые тебе только вздумается в общем пришлось экспериментировать с тем что есть в рамках sims 4 это смотрится однородно и классно поэтому я осталась этим полностью довольна никаких вопросов в принципе не возникло но конечно пришлось повозиться и с интерьером я очень долго сидела проработала зону кассы за кадром мне хотелось чтобы она смотрелась однородно красиво потому что я посмотрела на дополнительный контент для старбакса а такой существует собственно я пыталась вдохновляться им чтобы было красиво но с предметами в игре а пыталась вдохновляться просто обычными кофейнями starbucks просто картинками в интернете но там было все как то похуже в основном для проработки кассовой зоны я вдохновлялась дополнительным контентом как-то знаете у меня вдохновение шло из разных зон где-то я брала с интернета где-то с пинтереста где-то просто брала за основу какие-то свои хотелки где-то даже дополнительный контент брала за основу что кстати делаю я довольно редко то есть я редко обращаюсь за помощью к дополнительному контенту чтобы чем-то вдохновиться а тут вот пришлось потому что я четко знала что на просторах интернета есть такой дополнительный контент я его хорошенечко видела еще тогда когда даже по моему интересовалась допами когда постоянно их мониторила сейчас-то не так но раньше я часто их мониторил и я еще вот запомнила что точно должен быть такой cc pack с такими объектами поэтому пошла нашла и вдохновилась в общем в целом был потрачен довольно много времени сил но результат меня абсолютно устроил и обрадовал мне было нисколько не жаль этого времени потому что я искренне кайфанула я люблю строить такие штуки это для меня некий челлендж с одной стороны с другой стороны это безумно творческий процесс потому что все равно нет нет что-то свое добавляешь как-то улучшаешь дорабатываешь во первых потому что sims не все дает сделать прям под копирку разумеется эта игра и нет каких-то объектов которые тебе могли бы пригодиться а с другой стороны это блин огромный полет фантазии творческие процессы думаешь так что поставить здесь чтобы смотрелось не хуже но с обычными объектами из игры и вот начинаешь экспериментировать начинаешь что-то придумывать выдумывать иногда когда начинаешь выдумывать получается полная херня и ты думаешь боже лучше бы я ничего не делала а некоторые разы получается так что ты начинаешь изощряться и получается супер круто в этот раз получилось вот про изощрение именно супер круто а разумеется здесь присутствует все что нужно для кафе но так как это sims и я не очень в sims люблю тип участка кафе кофейне так мне не нравится как они сейчас работают персонажи абсолютно странно себя ведут в этих кофейнях я решила использовать тип участка ресторан во первых чтобы можно было спокойно заказать столик и ваши персонажи не скакали с этим кофе по разным диванам по разным столам потому что это прям беда огромная лично для меня я не могу на это смотреть меня это бесит а в ресторане все-таки попроще заказываешь стол персонажи садятся да может быть не всегда корректно сидят но хотя бы садятся за свой столик за который именно ты выберешь они скачут по всем возможным столом в округе а еще лучше того просто стоят с кофе в руках ну типа у меня такое не очень устраивает в общем я сделал это тип лот ресторан а как обычно все для именно этого типа лота здесь присутствует по поводу меню кстати этого ресторана тоже пыталась повторить меню старбакса очень хорошо его изучила прямо зашла на официальный сайт посмотрела что у них есть помимо кофе чаев и разных напитков у них есть еще всякая еда по типу десерты кексы какие-то сэндвичи даже крученые роллы не японская вот это китайская доеда а именно всякие типа напоминающие шаурму короче роллы в общем вот вот такие вот всякие штуки в лаваше что у них там еще десерты по типу не знаю не помню мороженое есть нет но всякие тортики какие-то всякие чизкейки и прочее у них по моему тоже в меню присутствует в общем у них там очень много всего конечно в sims нет каких-то прям супер подходящих блюд точнее не всегда они есть поэтому пыталась соображать на ходу разумеется здесь в большинстве своем в меню разная выпечка всякие булочки круассаны и сладкая выпечка по типу тортики кексы и прочее но и какие-то хлеба возможно там какая-то более пресная выпечка старалась подобрать как для вегетарианцев так и для простых персонажей на общем как-то замиксовал его в общем меню получилось довольно интересным если вам оно не понравится или вы захотите что-то убрать или наоборот добавить вы сможете это сделать самостоятельно подкорректировав уже у себя в сохранении но я подбирала более менее универсальное меню чтобы подошло большинству поэтому мой выбор становился именно на тех блюдах которые вы сможете здесь увидеть но именно уже когда скачаете постаралась добавить все возможные варианты кофе именно кофе в стаканчиках на вынос старалась выбирать потому что starbucks славится своими вот этими стаканчиками конечно же разумеется постаралась подобрать просто подходящее меню и целом проработать кассовую зону и кстати подобрать одежду для персонала тоже разумеется в стиле starbucks с кепочками с фарточками в зеленом цвете вы сможете рассмотреть это на катсценах кстати с одеждой была тоже отдельная история я долго сидела копалась в касс и у меня было прямо около 10 вариантов возможных одежды для персонала из которых мне нужно было выбрать самые наиболее мне понравившиеся были разные варианты и с жилетками и с рубашками и с какими-то просто брюками ну в общем всякие разные были варианты потому что я тоже загуглила форму в starbucks и и от заведения к заведению она отличается но либо не от заведения к заведению может быть они в разные года у них была разная форма не знаю как так но в общем где-то я видела фотографии просто белая рубашка черная жилетка классная но и внизу там брюки что очень круто смотрится очень сдержанно строго и при этом стильно были же варианты с фартуком с зеленым и с кепкой на голове с логотипом starbucks разумеется кепки в sims с логотипом starbucks нет но есть просто черная кепка которая мне идеально подошла поэтому на форму сотрудников сможете полюбоваться либо на первой либо на последней катсцене я не помню где но там точно засветился сотрудники я специально сняла сотрудника потому что у всех сотрудников именно такая форма и у официантов и у администраторов у шеф-поваров немножко попроще форма но там по-моему тоже фарточек есть и кепка там по моему тоже есть я не помню что этом для поваров подбирала но все сотрудники общего зала официанты и администраторы ходят в одинаковой форме ну чтобы смотрелось круто и классно в общем у меня были прям пунктики по поводу меню были пунктики по поводу формой и разумеется по поводу внешнего вида заведения сама по себе кафе ресторан ресторан для sims а до ресторан поэтому будем говорить ресторан чтобы не запутать никого в общем получилось двухэтажный ресторан на первом этаже расположилась как раз таки зона кассы витрины с выпечкой они больше декоративные чем функциональные потому что все таки это ресторан они лот торговля поэтому я сделаю их просто для декорации так что на них не пытайтесь тыкать там вы ничего купить не сможете вся вот эта кассовая зона она сделана в декоративных целях функциональная там только стойка для администраторов все все остальное просто чисто декорация все эти кексы которые я там выкладывала очень долго и кропотливо это просто для красоты для общего кадра на первом этаже расположилась большая зона для посетителей есть и столы с диванами с мягкими есть столы с обычными стульями есть барные столы есть даже зона с диванчиком и с кофейным столиком ну на всякий случай если захочется просто посидеть также есть уличная веранда на первом этаже кстати да с четырьмя столами там тоже может большое количество персонажей усесться на первом этаже расположилась небольшое техническое помещение для персонала санузел какое-то хранение и некая раздевалка и комната где персонал может отдохнуть и конечно же кухня разумеется для поваров кухня чтобы ресторан работал и функционировал хорошо но есть еще и второй этаж на котором тоже расположились не так кстати много столов но там больше такая барная зона ну то есть там барные столы с высокими стульями барными и также зона с книжными шкафами с диваном с чайным столиком с книжным что тоже классно кстати смотрится еще тоже на втором этаже есть веранда но там тоже не так много места но кстати пока я тестила это заведение я поняла что персонажи очень сильно прилипают ко второму этажу именно на на втором этаже на веранду садятся при том что тестила я зимой и персонажи все равно выбирают второй этаж для того чтобы заказать столик не знаю почему так но вот у меня в большинстве своем они выбирали именно веранду на втором этаже не на первом а именно на втором не знаю почему то что их туда тянуло какая такая магия но факт есть факт Просто решила озвучить, вдруг у кого-то будет то же самое, но в целом все столы рабочие, я все проверила на функциональности, на играбельность. Для меня это было безумно важно, потому что, знаете, как долго я мучилась с барной стойкой, чтобы она выглядела красиво и при этом осталась функциональной. Сколько же у меня было вариантов размещения этой стойки администратора, бог ты мой. Сложно, честно говоря, представить, но действительно было очень огромное количество вариантов. Как я только не изощрялась, чтобы стойка администратора в общей композиции смотрелась красиво, но осталась играбельной. Я этого добилась, все столы, везде можно сесть, все повара вроде работают корректно, нормально, ко всему подходят. Были парочка неиграбельных моментов, я их подправила. Так что кухня будет немного отличаться от того, что вы видите в видео. Просто сразу предупреждаю, потому что мне пришлось ее практически полностью переделывать из-за того, что я допустила ошибку и не подумала сразу при строительстве, и она оказалась неиграбельной. В общем, немножечко пришлось переделать, а так в целом все было более-менее. Все проверяла, все потестила, все столы работают, везде персонажи проходят, садятся, столик заказывают, поэтому проблем быть не должно. В целом, я безумно рада, что я смогла все-таки осилить такое заведение, при этом оно получилось классным, крутым, проработанным и при этом еще и классно играбельным. В общем, я надеюсь, что вам такое заведение придется по вкусу, и вы с удовольствием установите его к себе в сохранении, и будете с кайфом сюда ходить со своими персонажами, пить кофе и кушать вкусные десерты. Сюда, кстати, можно приходить даже поработать, брать с собой ноутбук, Sims это позволяет, ну и в целом ходить сюда, чтобы как-то с персонажем еще и работать. Типа, почему нет, такая зона вдохновения. В общем, я безумно рада, что у меня все-таки получилось это все дело вам показать. Если что, скачать вы сможете, как обычно, по ссылочке в описании на Boosty. Ну а на этом у меня вроде бы все, я рассказала вам все ключевые особенности, все какие-то трудности, моменты, загвоздки, с которыми я столкнулась во время строительства. Это было непросто, но это было безумно интересно, люблю такие штуки. Можете, кстати, подкинуть в комментариях варианты и идеи еще каких-то заведений, по типу McDonald's, Starbucks или еще что-то, ну вот каких-то таких крупных заведений, возможно, до которых я еще не додумалась, потому что я тут сидела, размышляла, что же еще можно такого крутого построить, но что-то ничего в голову мне не пришло, поэтому пишите, если у вас есть какие-то идеи, я постараюсь обратить на них внимание и, возможно, в дальнейшем даже их воплотить в игре и сделать их крутыми и классными, поэтому все ваши идеи жду в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр, я побежала все это дело монтировать, но прежде чем уйти и закрыть данное видео, не забывай подписаться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать новых и интересных роликов, также не забывай опускаться в описании и чекать все ссылки на социальные сети, а еще, если тебе не сложно, ты можешь поделиться этим роликом со своими друзьями для того, чтобы новые зрители узнавали о канале, а также не забывай поставить большой пальчик вверх и написать любой комментарий под этим видео, мне будет безумно приятно. На этом у меня на сегодня все, я еще раз всех благодарю за просмотр, всем до скорых встреч и всем пока-пока, увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок